Лучшие способы самомотивации Игнорируйте то, что не важно для вас Научиться игнорировать что-то фантастическая вещь Она приносит гораздо больше пользы, чем мы могли бы подумать Распределение внимания на много предметов сразу только ослабевает нас Игнорирование того, что не важно, освобождает энергию и помогает нам оставаться сконцентрированными И продуктивно работать над поставленной целью Попытайтесь понять, что вам надоедает И избегайте этого Вещи и действия имеют свойство надоедать Но, так же, как и любое другое наше состояние Его можно понять и определить пути избавления от него Как только мы понимаем это, мы можем легко это сделать Это занимает время, но действительно того стоит Смейтесь чаще Смотрите комедии, читайте комиксы Выбросьте эту ужасную серьезность Прочь Смех – механизм предотвращения и облегчения стресса Введите журнал своих прорывов Помните ли вы, когда достигли чего-то стоящего в своей жизни Мы склонны забывать о простой привычке Записывать наши чувства каждый раз, когда у нас случается большой прорыв Храните журнал ваших успехов и черпайте вдохновение из него Тренируйтесь физически Это самый простой путь мотивировать себя Просто выйти из офиса или дома Сделать какие-либо упражнения или небольшую пробежку Это сразу же приводит наше тело в порядок Каждый раз, выполняя какие-то упражнения, мы получаем необходимые нам эндорфины А эндорфины – это хорошо, полезно и нужно Создайте подходящую для вас окружающую обстановку Мы не можем мотивировать себя к действиям, если работаем в обстановке, которая нам не подходит Изменяйте ее, дополняйте, улучшайте Не важно, работаем мы в офисе или дома Каким бы ни было пространством вокруг нас Важно делать его своим, любимым способом Это понижает время адаптации И мы можем уделять больше времени необходимым делам Читайте истории успеха других людей Вдохновляйтесь, восхищайтесь ими Чтение конкретных и реальных историй успеха делает наш собственный успех более доступным И будет подпитывать наши условия к его достижению И, конечно же, учит нас быть успешными Переключайтесь между задачами Нам надоедает долго работать над одним проектом Усталость от работы убивает нашу мотивацию Попробуйте сделать несколько маленьких проектов Когда почувствуете, что вы на грани Это научит решать проблемы быстрее Оценивайте прогресс Если мы постоянно работаем, как правило, добиваемся некоторого прогресса Иногда может сложиться впечатление, что вы ничуть не продвинулись Но это потому, что пропускаете все эти маленькие ежедневные вехи Оглядывайтесь назад с удовлетворением от того, что вы создали Это, безусловно, повысит вашу энергию Говорите о своих проектах с друзьями или семьей Дайте людям знать, что вы делаете что-то хорошее Это зачастую дает нам понять, что мы делаем что-то действительно хорошее И наслаждаемся этим Это также создает определенный уровень ответственности Который, скорее всего, будет толкать нас только вперед Избегайте энергетических вампиров Скептики, пессимисты Все они корадут у нас энергию Не попадайте во власть такой игры Любой ценой избегайте этих утечек энергии Даже если это означает, что вы будете чаще изолироваться Лучше сделать работу в уединении, чем пытаться противостоять окружающим вампирам Создавайте четкие цели Точнее записывайте их Ведь они уже четко определены в вашем сознании Поместите их туда, где всегда сможете их найти И продолжайте стремление к ним Наше сознание лучше работает, когда уже знает, что нужно сделать А не тратит время на осознание этого Упражняйтесь в удовлетворении Когда вы закончили какую-то задачу, наградите себя Принимайте поражение Неудача, как и успех, является всего лишь результатом наших действий И ничем более Один из крупнейших врагов мотивации Это страх неудачи Соглашайтесь с поражениями Они неприятны Но это не значит, что мы должны прекращать делать то, что делаем Работайте над собой И надейтесь на лучшее Боритесь Пользуйтесь напоминаниями Используйте их в качестве записи своих стремлений Целей текущего статуса Напоминания являются очень мощным инструментом Который сильно недооценивают Люди находят неудобно писать сообщения самим себе И читать их вслух Мы и так делаем это постоянно Бессознательно Так почему бы не делать это сознательно Начинайте утро фразой, адресованной вам самим Говорите нет развлечением, отвлечением депрессии Слово нет освобождает Слишком частое возникновение большого объема Обязательство делает нашу жизнь непрерывной Чередой постоянных муторных действий Ограничивайте свои общения И беритесь только за то, что вы действительно хотите закончить И что для вас важнее всего Ищите позитивных людей Грусть, нысье и жалобы не очень хорошо сочетаются с мотивацией Наоборот, позитивные, оптимистичные, энергичные люди Всегда будут сдвигать перемены вашего настроения В правильном направлении Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент До новых встреч, друзья Субтитры сделал DimaTorzok